Здравствуйте, уважаемые трейдеры! Сегодня 31 марта. Вы смотрите ежедневный обзор рынка от компании Fibagroup. В студии его ведущая Марина Нестерова. Валютная пара евро-доллар. Хорошие стат данные с рынка труда в Германии и по инфляции в еврозоне продолжают оказывать поддержку евро. Напомню, что уровень инфляции, без учета цен на энергоносители и продукты питания, достиг отметки в 1%, превысив не только предыдущие, но и прогнозируемое значение. Открытые позиции трейдеров указывают на преимущество покупателей, так как укрепление котировок пары сопровождалось увеличением открытого интереса при незначительном снижении объемов торгов после аномального роста накануне. Среднедневная волатильность за последние 5 торговых дней все еще удерживается ниже средних значений за месяц и полгода, что указывает на потенциал роста торговой активности в краткосрочном периоде. Также и насыщенность новостного фона будет способствовать росту волатильности торгов. Дальнейшее укрепление котировок пары все еще рассматриваю в качестве основного сценария. Ближайшей целью для покупателей выступает отметка 1.1400. А сейчас перейдем к паре фунт-доллар. Неожиданное увеличение темпов роста ВВП как в квартальном, так и в годовом исчислении оказало дополнительную поддержку британской валюте. При этом спрос на пару остается умеренным, указывая на неопределенность рынка вблизи важного уровня сопротивления 1.4400. Открытые позиции трейдеров указывают на преимущество покупателей, так как открытый интерес сократился еще на 0,4% при незначительном ослаблении котировок пары, в то время как объемы торгов снизились всего на 4,8%. Среднедневная волатильность за последние 5 торговых дней удерживается ниже среднего значения за месяц. При этом волатильность торгов в среду и вовсе оказалась ниже отметки в 100 пунктов. Это указывает на потенциал роста торговой активности в краткосрочном периоде. Дальнейшее укрепление котировок пары рассматриваю в качестве основного сценария. При этом возврат котировок под уровень поддержки 1.4325 отменяет бычий сценарий. Перейдем к паре доллар США, канадский доллар. Ослабление доллара США, а также снижение цен на нефть продолжает оказывать давление на котировки пары. При этом учитывая тот факт, что в среду продавцам удалось обновить годовые минимумы, риск дальнейшего снижения остается очень высоким. Открытые позиции трейдеров указывают на преимущество продавцов, так как ослабление котировок пары сопровождалось увеличением открытого интереса. При этом рост составил 3,4%, что очень много для этого показателя, в то время как объемы торгов выросли всего на 5,1%. Среднедневная волатильность за последние 5 торговых дней удерживается на уровне среднего значения за полгода. При этом волатильность торгов в среду существенно превысила средние показатели. Но учитывая насыщенность новостного фона, торговая активность может оставаться повышенной. Дальнейшее ослабление котировок пары рассматриваю в качестве основного сценария. Вплоть до момента возврата котировок выше уровня сопротивления 1,3080. А сейчас перейдем к экономическому календарю. С открытием американской торговой сессии будет опубликован отчет по ВВП Канады. А также по изменению количества перевычных обращений за пособием по безработице. На этом у меня все. Благодарю за внимание и до встречи в следующих выпусках программы «Фокус рынка». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова